Трекинг в горах, творческий лагерь, походы с рюкзаками. Такой вид туризма благотворно влияет на социально-экономическое благополучие территории. Приезжающие тратят деньги, регион зарабатывает, говорят эксперты. Но одновременное присутствие большого количества людей влечет за собой антропогенные экологические проблемы местности. Обсудим эту тему с представителем краевых властей, ну и, конечно, бизнесом. На связи со студией начальник управления по охране окружающей среды Пермского Минприроды Лев Третьяков, а также Юрий Кузнецов, инструктор по туризму. Здравствуйте, коллеги, спасибо, что делили нам время. Добрый день. Добрый день. Лев Борисович, первый вопрос, конечно же, вам. Оправданы ли закрытия границы в начале лета? Оправдали ли закрытия границ планы краевых властей по туристам? Какое количество посетила наш регион официально? Нет, коллеги, я не могу ответить. Мы же не Минтуризм, мы Минприроды, поэтому за регион не могу ответить. Могу сказать, что точно посещаемость природного парка Пермский, она выросла, однозначно мы это фиксируем. И если цены, опять же, это только наша оценка, внутренняя наша дирекция, особо охраняем в природных территориях. Если за весь прошлый год мы оцениваем посещаемость всего природного парка, то есть и Вишерского, и Усинского, и Часовского участков, примерно 120-160 тысяч человек, то в этом году только по Ветламу, о чем вы сегодня спрашивали меня, у нас порядка 80-100 тысяч посещаемость. Соответственно, конечно, как сами представители туристического сообщества, я говорю, что да, на реках огромное количество народу, в наших лесах очень много людей. И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, требует от нас адекватного ответа в части об устройстве и развитии инфраструктуры. Да, интересно, что такой прецедент был в самом разгаре туристического сезона. Вы попросили не посещать Усвинские столбы. Было и такое, и связано это было как с особой противопожарной обстановкой, так и с нюансами в части обеспечения безопасности людей, потому что, видимо, пожар там случился долго, мы очень в связи с тяжелыми природными условиями, с рельефом местности, до конца его добить не могли этот пожар, и ровно поэтому, да, мы просили. Мы не можем ограничить доступ к природным нашим особенностям, мы можем только просить людей быть социально-экологически ответственными. И такую просьбу у нас нечет. А причины пожара уже выяснены? Это все-таки антропогенная или природная была причина? Насколько я знаю, до сих пор идет оценка ситуации. Но, коллеги, я сам сегодня первый день из опуска, все информации еще до глубины не обладаю. Обратимся, собственно, к бизнесу. Юрий, вы подтверждаете, что вырос спрос на пешие походы, на посещение таких вот туристических объектов, природных именно? Особенно Усинские столбы и Каменный город, наверное, раза в 10 за последние два года. А в каком состоянии объекты? Действительно ли требуется внимание не сколько краевых властей, сколько самих туристов более бережно относиться к их состоянию? Какой именно? Каменный город или Усинские столбы? Ну и Ветланы, Усинские столбы, конечно же, самые популярные. А Усинские столбы, ну, в принципе, там все довольно нормально, чисто. По сравнению даже, допустим, года два-три назад там было просто ужас, что творилось. Иначе даже вроде туристов больше стало, но довольно чисто. А вот насчет Каменного города много очень мусора. То есть там отсутствуют ужины, обычные мусорки, и все люди бросают просто вообще везде, где только можно. А вообще обустройство требуется этих объектов? В каком они состоянии? Сейчас туристический спрос увеличился, соответственно, все это быстрее в негодность приходит. Нужны санузлы, это обязательно. И нужны все-таки, я не знаю, за счет мусора говорят, что их не поставят никогда, потому что их надо вывозить кому-то. А вот туалеты все-таки обычно нужно установить, чтобы люди все-таки не в клады ходили в кустыки. Цивилизованно что-то все дело. Каменный город с каждым годом развивается. Вот все-таки там сделали тропу. Ой, извиняюсь. Сделали тропу, которую людям сейчас довольно комфортно ходить, деревянная, потому что раньше такого не было. И там сейчас много продают разных, как сказать, ну магнитики, да что-то потихоньку. Ну бизнес-то приходит. Сувенирная продукция. Да, да, да. Раньше, потому что такого вообще нет. Ну там кофе, да что продают сейчас. Усинские столбы, там, конечно, я думаю, тропу никогда не сделают, потому что довольно сложно. И там поверхность такая, что только вот по воде. Кстати, вот водный бизнес хорошо развили, и местные на водках переправляют сейчас. То есть они туда и обратно могут за деньги переправить. Но я говорю, вот за последние два года очень все изменилось. Чем как лучше, так и в худшую сторону. Лев Борисович, вот на обустройство все-таки какие будут выделяться деньги? Какие планы у краевых властей по развитию этих территорий, природных достопримечательностей? Да, конечно, мы все слышим. И то, что говорит Юрий, это абсолютная правда. То есть людям нужна инфраструктура, людям нужны, конечно же, туалеты, и мы обязаны предоставлять такие услуги. И планы эти есть. Определенные даже средства на сегодняшний момент выделены. В этом году у нас дирекция ОБД, наше краевое учреждение, должна завершить проектирование как архитектурное, так и технологическое всех трех названных вами объектов. То есть это будут и столбы, и каменный город, и камень Ветлам. И в рамках этого проектирования там планируется, по крайней мере, сейчас не только подходы, не только организация входов, не только туалеты, но и в том числе и лестничные какие-то марши. А по аналогии, например, с красноярскими столбами, с байкальскими метатропами, то есть у нас должны появиться безопасные, удобные для людей настилы, которые будут содержаться круглый год и которые позволят им как безопасно подняться к вершине, к смотровым площадкам, которые тоже должны быть оборудованы смотровые площадки, так и не вредя природе, потому что это обустройство, оно имеет всегда вот такой некий бинарный двойной смысл. То есть обустроенные территории, да, на них очень сильно возрастает посещаемость, но одновременно при росте этой посещаемости у нас снижается коэффициент нагрузки на саму природную среду, то есть вот те, поднимаясь на ветлан или на столбы, мы сейчас спускаем вниз какую-то землю, камни, мы разрушаем корни деревьев, то есть настилы, лестницы позволят избежать этого и самое главное – обеспечить безопасность. Ну и, конечно, по поводу бизнеса, будет ли привлекаться туда все больше участников, скажем так, малого бизнеса, для того, чтобы еще больше привлекать внимание. Вот речь про сувенирную продукцию уже шла, что за два года появились и такие представители. У нас на самом деле задача не сколько развивать эти вещи точечно, сколько создать некий пласт ответственных пользователей территорий. То есть мы все-таки орган, не способствующий бизнесу, у нас другая немного задача, у нас задача сохранения природы. Сохранение природы в данном случае через лесной кодекс возможно путем предоставления участков под рекреационное пользование. Конечно. И здесь уже работа начата, то есть у нас есть уже землепользователь, который взял в аренду участок на входе в каменный город, вот эта большая поляна рядом с дорогой. У меня на столе лежит проект обустройства этой территории, то есть некий перечень тех объектов, которые он планирует создать, ввести в эксплуатацию. Все это будет, естественно, не капиталка, но это ровно то, что и нужно инфраструктуре. То есть Минприроды не должно заботиться о каждом конкретном лотошечнике, кто пирожки продает, а кто там, например, туалет обустраивает. Да, мы сдаем участок, и этот участок должен уже дальше обустраиваться землепользователям. Точно так же с этой целью у нас по основным нашим речным маршрутам в настоящее время 14 лесных участков на берегах рек формируется, и мы планируем тоже через дирекцию ОПТ сдать их нашему бизнесу под организацию кемпингов, глэмпингов, организованных стоянок и так далее. То есть чтобы, опять-таки, у нас возникала инфраструктура. Более того, в течение месяца контракт уже заключен. У нас то оборудование, которое в прошлом году Министерство туризма купило для обустройства стоянок, это оборудование мы сейчас принимаем на свой баланс, и в рамках этого контракта мы поставим у нас еще, если мне память не изменяет, 11 турстоянок будет оборудовано примерно так, как сейчас на Вишере, на Камне Говорливом. То есть это хороший, качественный металлодеревянный навес со скамейкой, со столом. Это хороший туалет, достаточно качественно сделанный. Это костровище. Вот таких мест мы 11 планируем поставить. Уже контракт, как я говорю, буквально две недели назад заключен. Большое спасибо за ваше экспертное мнение. Напомню, на связи со студией был Лев Третьяков, начальник управления по охране окружающей среды, Минприроды, а также Юрий Кузнецов, инструктор по туризму. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!